Я всех, друзья, приветствую на рубрике Комп в мешке. Одна из самых крутейших рубрик на этом канале. В рамках данной рубрики я покупаю готовые системные блоки от разных совершенно производителей, в разных совершенно магазинах и маркетплейсах. Помимо этого мы смотрим, как компании нас с вами водят за нас, добавляя плюс 50, 70, 100% к стоимости системного блока. Тем самым вы просто платите за воздух. Короче говоря, тут находится компьютер. Огромный компьютер, монструозный компьютер. Купленный за кровные деньги за, внимание, 100 тысяч рублей. Это огромный системник. Он размером, я не знаю, как пол меня. Мешок до конца не закрылся. Типа вот тут идет резинка, он выше идет. Он реально огромный. Еле-еле поместился в этот мешок. И, внимание, данный компьютер от очень крутого и популярного бренда. Это, внимание, друзья мои, Asus. Я сразу, друзья, скажу во вступлении. Смотрите, к компании Asus я отношусь позитивно. Позитивно. Ну, типа, объективно. Я реально люблю эту компанию. Я люблю продукцию этой компании. Чего стоят их материнки, там, Asus Prime, да, там, чего их стоит. Rockstrix серия, OK, Tav Gaming и так далее. Очень много продукции, которые очень много моделей, модельный ряд достаточно интересный. Различного компьютерного комплектующего, который выпускает сама компания. Но, объективно, готовые системники в большинстве своем либо оверпрайснутые, либо, второй вариант, они оверпрайснутые и собранные из некачественного железа. Экономить на всем только что можно. То есть, как бренд понимает, производитель понимает. Так, вот, у нас системник по-себески вышел, да, допустим, 50 тысяч рублей. Компании надо заработать. Мы же ставим наценку на свои видюхи, материнки и так далее. Поставим 150 тысяч за системник. А вось купят. И, с одной стороны, да, это, как бы, понятно, почему-то, где Apple на свою продукцию накручивает вообще какие-то космические деньги. Чисто за бренд вы платите просто вот столько. Почему я так не могу делать? На компьютерные, допустим, бренды могут и делают. И, к сожалению, и только вот именно в компьютерной нише это, скажем так, не приветствуется. Потому что люди в большинстве своем понимают за компьютерном комплектующем. И понимают, что, ну, типа, переплачивать. Вы сами дома смартфон не соберете. Вы, да, там имеете наценку. Те же ROG-овские смартфоны, ASUS-овские, они реально классные. Они имеют свою наценку, они крутые и так далее. Как-то даже немало обзорчик. И, окей, Apple-овский смартфон вы тем более не соберете дома в домашних условиях. Вряд ли у вас есть конвертные ленты, огромный завод и так далее. И несколько сотен рабочих рук. Но с компьютерами эта ситуация немного иная. Люди-то прекрасно понимают, что компьютеры можно на дому собрать за пару часиков. Купив все компьютерном комплектующие по отдельности, не приплачивать 50% наценки. Так что с компами эта тема не работает. Бренды это до сих пор не понимают, к сожалению. Да и потому, что люди покупают. Короче говоря, давайте приступать к делу. Иными словами, я потратил 100 тысяч рублей. На это чудо. Ну, а на ваших экранах сейчас сам поход в магазин. Как я это все дело приобретал? Что происходило? И, собственно, чтобы вы видели, никого вопросов не возникало. То, что Brick это все как-то не то. Что за системник ты купил? Ну что, друзья. Сейчас мы с вами находимся в торговом центре Fresh. И идем мы с вами в магазин DNS. Покупайте игровой компьютер за целых 100 тысяч рубликов. 100 тысяч рублей. Возможно, вы можете себе купить машину, набор, стиралку, холодильник, посудомоечную машину. И еще, не знаю, полотенцесушители. У вас еще останутся деньги. Ну, а если вы, конечно, в машину покупаете игрушечную. Но не суть. И я решил, как вы понимаете, проверить свою любимую компанию. Посмотреть, что она конкретно выпускает под брендом Asus из готовых системных блоков за такую внушительную сумму. Тем более, что их компьютер называется игровым. Мы посмотрим, какую наценку компания Asus делает. В принципе, из чего состоит этот системник. Потому что некоторые компьютерокомплектующие, такие как компании, вот, как я и сказал, Asus, там, MSI Gigabyte, они скрывают на полной технической характеристике. И, как по итогу, вы покупаете кота в мешке. Короче говоря, давайте от слов к делу. Переходим. Погнали в DNS. О, уже... О, уже охранник ходит, как курсунь, кружит, кружит, подглядывает. Что они там снимают? Все, короче, погнали. Всем приятно, просмотр. Подскажите, пожалуйста, хотел бы забрать свой заказ. То есть, в течение двух недель могу сделать возврат? Да, да. Так как в онлайн-магазине, то есть, через она и точно была покупка и так далее. Всего доброго. Всего доброго. Хорошего дня. И вам тоже. Спасибо. Ну что, погнали в офис? Внимание, друзья. В рамках данной рубрики мы не сотрудничаем с магазинами цифровой техники, а также не преследуем цели создания конфликта. А рубрика создана исключительно в интересах зрителей канала. Ну что, мои дорогие, давайте приступать к анбоксингу. Я хочу лично уже посмотреть. Я клянусь, я реально не знаю некоторых комплектующих вообще, какие там внутри находятся. Потому что, ну, типа, вы не можете предугадать, что там внутри находится. Вообще вы не знаете, что находится внутри. К слову, вот небольшая вставочка, да, из похода сам магазин, где консультант сам говорит, что нихрена не понятно, что там внутри, типа, непонятно. Сами консультанты не знают это. И зачастую даже сам ДНС не знает. Потому что в накладных, там, документах это может быть вообще не указано от самого производителя. А там у вас тоже, да, неполные характеристики открываются? То есть нельзя модель материнки посмотреть, там еще что-то? Нет, нет, нет. То есть код в мешке? Ну, да, условно показывает, что типа материнка 550, это все, и больше ничего вообще. Ага. Даже не посмотрели. Просто материнка может быть за 20 тысяч, а может за 7 тысяч быть. То есть непонятно какая-то. Что за оперативка не пишут? А это должны писать, получается, сами ASUS, которые поставляют, да, там поставку? Ну, логично, да, что... Женательно, да. В накладных и так далее. Да, где-нибудь. Ну, и то сомневаюсь, что там у нас тут все что-то. Это пи***. Мне очень повезло, что у меня такой большой мешок. Коробка вообще реально классная. Очень красиво все выглядит. Не знаю, как вам. Мне наплевать на эту коробку, потому что я хочу посмотреть на то, что находится тут внутри. Так, мне его назад еще возвращать. Мне не понравилось это х... Коробка была огромная, но, как говорится, главное не размер. Так что будем смотреть, что 60-то присылает. Во-первых, давайте посмотрим про комплектацию. Вот этим черным мешочком у нас скрывается сам компьютер. Сейчас я его подыму, вам покажу комп. Но перед этим, что у нас тут находится в комплекте? Кабель питания, саташник, инструкция по эксплуатации, еще бумажка, еще бумажка, еще бумажка. Все. Ничего интересного нет. Наклеечки где, какие-нибудь фантики, там еще что-то, плюшечки бонусом. Было бы приятно. Ну, ладно, окей. Итак, друзья, момент X. Пам! Компьютер за 100 тысяч рублей. Топовый от Asus. Игровой Republic of Gamers серия. Для тех, кто не знает, у Asus ROG серия, это, в принципе, игровая именно для геймеров серия. Роговские видюхи и так далее, и так далее. Вот он. Системник за сотку. Asus, я вас прошу, умоляю, не подведите. Потому что я все равно, как бы, даже из компа, кажется, я все равно буду любить эту компанию. Мне нравится компания. Мне реально импонирует компания MSI Asus. Asus Gigi, наверное, тоже норм, но не так сильно. Вот MSI и Asus, наверное, две компании, которые мне прямо импонируют. Я очень надеюсь, что Asus не налажает. Друзья, сейчас мы с вами вернемся к нашему компу-мешке. Но я бы хотел отойти вообще от ПК-тематики и рассказать вам о кое-чем интересном. Не о том, что я внезапно преобразился и подстригся, а о крайне интересном девайсе от компании Honor. А если бы точнее о новеньком планшете Honor Pad 9. Он максимально удобен, если вам приходится работать в мобильном формате. Или просто проводить время с удовольствием, например, за просмотром фильма. Одно из преимуществ планшета – это легкость. Его вес составляет 555 грамм, а толщина корпуса всего лишь 6,96 миллиметров. А также Honor Pad 9 обладает большим 12,1 дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1600 пикселей. И частотой обновления 120 Гц. Полезная же площадь экрана составляет 88%, из-за чего почти не видны рамки. Ну а также он воспроизводит более миллиарда цветов. Помимо этого, он обладает сертификатами TUF Raylan по снижению уровня синего света. И TUF Raylan по подавлению мерцания. А также технологии динамическая яркость и режимом циркатный ночной экран. Сам по себе планшет обладает очень крутым звуком, потому что у нас здесь с вами встроено 8 динамиков с большой амплитудой. Honor Pad 9 также сертифицирован Hi-Res Audio. И тут применены очень интересные технологии. Шумоподавление с использованием ИИ и усилением голоса. А Honor HISTEN сделает ваш опыт еще лучше. Но давайте с вами пройдемся по железу. Смотрите, у нас с вами здесь установлен процессор Snapdragon 6 Gen 1. Оперативки здесь 8 ГБ, а также объем внутренней памяти зависит от комплектации. Либо 128 ГБ, либо 256. Но аккумулятор здесь достаточно мощный и хватит его на долгое время использования. Здесь у нас 8300 мАч. И очень важно, кстати, вместе с самим планшетом идет быстрая зарядка на 35 Вт. Ну а сам планшет использует фирменную оболочку Magic OC 7.2 на базе Android 13. Она максимально простая и удобна в использовании. А в дополнении существуют различные экосистемные технологии Honor для взаимодействия с другими продуктами компании. Вы сможете воспользоваться такими функциями, как мультиоконный режим и App Extender, что очень удобно в сочетании с большим экраном. Планшет доступен в двух цветах. Это мятный зеленый и космический серый. Ну а цена данного планшета, внимание, составляет 30 тысяч рублей за версию 128 ГБ и 33 тысячи рублей за 256 ГБ. А также дополнительно вы можете приобрести к этому планшету клавиатуру за 8 тысяч рублей. И внимание, друзья, до 11 марта действует суперская акция. Вы можете приобрести этот планшет со скидкой в 3000 рублей. И более того, наушники Honor Choice и AirBuds X5 Pro получить в подарок. Успеете, потому что акция длится не так уж и долго. Ну а ссылка на данный планшет будет в описании под этим роликом, так что обязательно загляните. Ну а сейчас, друзья, мы с вами возвращаемся к моей версии немножко заросшей и компу в мешке. Приятного просмотра. Поехали. Давайте начнем с внешнего осмотра этого системника. Вот вы его сейчас видите. Естественно, тут у нас нет никакого закаленного стекла. Нету никакой красоты в этом плане. Он, кстати, гуляет, не прорезинен. Прорезинен только спереди. О, наклеечки вижу. Тут у нас видюха NVIDIA ProCMD. Так, интересное сочетание. Посмотрим, что же оно из себя реально представляет. Корпус зачетный. Реально. Вот разговоров никаких тут не веду. Исключительно одно но. У нас нет ни закаленного стекла, USB. Надеюсь, что трешки на передней панели, но тут не написано. Непонятно, есть ли вообще подсветка. Хотя вот индикатор вроде как есть. Должна подсветка вот тут спереди красивая. Ну ничего вообще внутри нет. Но он тяжелый. Как я не люблю, когда вот сзади корпусов вот такая белая хрень. Ну типа, камон, у вас такой красивый корпус. Почему его не сделать нормально, цветастым? Чего вы экономите? Итак, друзья, приступаем к разбору. Я не думаю, что стоит сильно затягивать с этим всем делом. И пора бы уже посмотреть, что же нам тут сюда поставили за 100 тысяч рубликов. Тут уже, кстати, есть наклеечка. С техническими характеристиками. Но толком ничего не указано. Не указано модели. Вообще ничего не указано. После того, как я разберу этот системник, я обязательно посчитаю стоимость всего этого системного блока. Если покупать это комплектующие по отдельности. Если вы соберете такой же комп сами дома. Мы с вами посмотрим, сколько же Asus забирает себе, скажем так, комиссионных. Скажем так, налогов вы заплатите. Купит данный компьютер и Asus эти денежки скушает. Ну вот. Посмотрим, какая тут переплата. И всего прочего, друзья. Те, кто следят за каналом, знают, что последний ролик на этом канале был на тему сборки ПК. ПК за 100 тысяч рубликов. Я буду сравнивать все комплектующие, которые находятся тут, в этом черном ящике, в этом компе-мешке. Сравнивать с тем комплектующим, который я поставил в свою сборку ПК за 100 тысяч рубликов. И мы с вами сравним по производительности. Потому что будут тесты в играх. Мы все посчитаем. Стоимость одного FPS, переплату и так далее. То есть это полный, подробный разнос. Я бы очень хотел, чтобы это был не разнос, а просто мнение. Но, судя по всему, это будет разнос. Потому что некоторые характеристики я уже, к сожалению, вижу. И все очень уже грустно. Итак, комрады, момент X. Я снимаю крышку. Я не смотрю пока что внутрь. Я хочу, чтобы по старинке, по традиции, посмотрели вы первыми. Итак, внимание. Это начинка компьютера за 100 тысяч рублей. Посмотрите внимательно. Я не знаю, что вы там видите. У меня маленький экран у камеры. Так что я только пытаюсь... Я не вижу. Ну, а так выглядит игровой компьютер по версии самих Asus. Я уже вижу. Вот мое мнение. Asus, ну какой! Ребят, я обращаюсь сейчас к компании Asus. Подразделению, которое находится в России. Они сейчас... Мы сейчас с ними там разговаривали на тему дальнейшего сотрудничества. Возобновление. Потому что они сейчас, вроде как, хотят возобновлять работу по РФ. Но они совсем понятны. Как бы, короче, ведутся переговоры. Я очень надеюсь, что вы на меня не обидитесь. Я реально хочу с вами работать. Но я все равно сниму этот ролик. Я, Asus, реально вас люблю. А, это будет... Простите. Простите. У вас круто есть продукты, которые я с удовольствием возьму на обзоры, там, еще что-то. Ну, а ты даже без обзоров, без вас. Я часто беру вашу продукцию. Но тут, я говорю, я молчать не буду тут. Начинают оперативки, кулера, материнки, видеокарты. Тут все. Я еще не вижу блок питания. Я не знаю. Мы с вами начинаем по старинке. Погнали по компьютерокомплектующему. И будем смотреть. Я буду сравнивать со своей сборкой пока за 100 тысяч рубликов. И будем уже какие-то выводы предварительно делать по каждому компьютерокомплектующему по отдельности. Итак, внимание. Оперативная память. Я вместе с вами разбираю этот компьютер. Все. Достаю. Все. Мы с вами смотрим. Хотя бы Asus не поставили пломбу на корпус. Уже за это спасибо. А то некоторые производители ставят, что нельзя вскрывать. Там гарантия слетит и так далее. Это тупость. Это дичайшая тупость. Я это не приветствую. Я это не люблю. Лот, друзья, мой номер один. Оперативная память. Внимание. Зеленка. Самая простая одноранковая. Зеленка. То есть, тут вы видите сами. Аператос у нас. Две плашки по 8 гигабайт с частотой 3200 мегагерц. Хорошо. Спасибо. Хотя бы не 2400. 3200. Хайнекс. Корейская. По Аператосу грустно. Хотя бы радиатор бы. Какой-нибудь чисто стоковый поставили бы. Ну, что-нибудь хотя бы как-то. Ну, ладно. Это уже внешка. Я... Все-таки производительность важнее. Спасибо, что пускай лучше без райдиков. Но будет 3200 мегагерц. И две плашки по 8. Чем одна на 8. 2.666 там с RGB подсветочкой. Базара ноль. Реально так будет лучше. Asus молодцы. Две плашки в компе за 100 тысяч. Это уже хорошо. Если вы будете собирать компьютеры ручками. То вы можете в свою сборку ПК за 100 тысяч рублей поставить вот такую оперативку. Я про нее рассказывал в прошлом в своем ролике. В сборке ПК за 100К. И также 3200 мегагерц. Две плашки по 8 гигабайт. То есть, по факту, номинально. Именно по техническим спекам. Плюс-минус оперативки одинаковые. Ну, зеленка так зеленка. Че-то... И сейчас мы с вами будем на нас дальше. Сразу же идти к видеокарте. Ну, по порядку разбираю. Это видюха у нас идет. Будет абзац. Ладно. Так. Но перед этим, да. Важная вставочка. Я, короче, для вас заказал сейчас еще одна сборочка. Короче. Скорее всего, вы сейчас охренеете. 12 числа выходит сборка. 13 числа выходит еще один комп мешки. Короче, вы немножко обомлеете от количества видосов, которые сейчас будут выходить. И они будут очень интересные. Номер 2. Это видеокарточка. Компания Asus поставила видеокарту сюда от самой себя. Да я люблю себя! Естественно. Зачем компания в свой брендовый компьютер поставить другой бренд? Ну, это было бы тупо. Илогично. Ну, теперь все окей. У нас стоит Asus видюха. Но. Как говорится. Я всегда найду до чего. Ну, друзья. Эта видеокарта не простая. Она интересна другим. Я сейчас вам ее покажу. О, я увидел SSD-шник. Ладно, про него позже. Вы что наделали? Прикиньте. Вообще респект компании Asus. Реально. Респект тосище. А корпус-то не такой донский, как мне изначально показалось. Типа, вообще крутяк. Я сейчас вам покажу. Я такое вижу впервые вообще в готовых системниках. На такое решение. Это реально заслуживает внимания. Это видеокарта, которая стоит в компе за 100 тысяч рублей. От компании Asus. И интерес, прикол заключается в следующем. Вот это. Это у нас железная стойка, которая прикручивается к самому корпусу. Она прикручена к видюхе. Это прям железо, сталь. Типа, никакая не пластиковая х**, которая поддержит видюху и так далее. Нет, намертво видюха встает. Она крепится двумя болтами. Соответственно, вот в этой части, где у нас порты и разъемы на корпусу. И задняя сторона также к корпусу. Это круто. Это повышает устойчивость. И корпус заточен под вот эту видеокарту, получается. Тут типа, в этом плане продумано все. Респект. Но, это решение окей. Плюсик и бонус Asus. Но, внимание. Это у нас видеокарточка, которую поставила компания Asus в комп за 100 тысяч рублей. Турбинка. Турбинка. Серьезно? То есть, если бы нас комп стоил полтос, я бы еще с ним, окей. Понял бы это решение. Турбинку. Ну, серьезно. А ничего, что она спокойно перегреться. Может, у нее в принципе турбинки, они всегда славятся более высокими температурами, нежели, чем обычные. Даже, там, одна вертушечная. Ну, одна вертушечная еще под вопросом. Двух вертушечная. Видюхи уж я молчу про трех вертушечных. А тут, действительно, видеокарта размером идет таким, что здесь можно было поставить три небольшие вертушки исполнения, допустим. Либо две хорошие вертушки. Есть разные вариации видеокарта. Но длина видеокарты реально большая. И турбинка. Серьезно. Тем более, что в этом корпусе нету на лицевой части вообще вертушек. Но, типа, у нас вот здесь вентиляторов нет. Один маленький 92-х миллиметров вентилятор находится сзади. Все. Это все, что есть в плане продуваемости корпуса, в плане охлаждения. Ладно, если был бы большой вентилятор. Ну, ладно, когда вы собираете комп сами, да, вы ставите чисто одну вертушку сзади. Там, спереди вы можете всегда докупить, поставить себе. Но, которые люди покупают готовые системники, они не будут заморачиваться, они не будут внутрь залезать, докупать какие-то вентиляторы вам там за 500-1000 рубликов и ставить дополнительно сюда. Они не полезут в компьютер. Почему изначально производитель это дело не ставит? Я не понимаю. Хотя бы одну вертушку. Я говорю, если вы собираете сами, у вас все устраивает по температурам, окей, вы спереди можете не ставить. Но, желательно, конечно, одну все равно поставить какой-то, чтобы воздушный поток у нас был. Они не дорогие, но Авито вон за 300 рублей можно взять. Но тут этого нет. Тем более, ладно, у нас еще была бы трех вертушечная, там двух вертушечная вертуха. Так у нас турбинка. Но можно в защиту Эйсу сказать, что она достаточно массивным охлаждением. И, помимо всего прочего, это у нас... А где б***ь модель-то написано? У нас на этом, на корпусе было написано. Я вам так скажу. Это у нас 1660 Ti. В компе за 100 тысяч рублей. Я промолчу. Это грустно. Это реально грустно, ребят. Ну, а свою сборку пока если вы будете собирать своими ручками, вы можете поставить внимание RTX 4070. 4070 Супер. Я думаю, гадалки ходить не надо. И вы понимаете, что 4070 Супер будет намного производительнее, чем 1660 Ti. Прям намного. Будут тесты в играх. Мы сравним. Вы увидите, сколько FPS, сколько цена одного FPS, насколько выгоден этот компьютер. Либо самостоятельная сборка ПК. Вы все опять же будете лицезреть. Слово говоря, друзья, когда я был в DNS, там сбоку есть стойки, да, там где ящики стоят и так далее. И туда вкладываю компьютерно-комплектующие. Там заказы, точнее, клиентов, которые что-то покупают в онлайн-магазине. И там был заказ из компьютер-комплектующего, кто-то себе планирует сборку сделать. Я решил ее подсмотреть. Я не считаю, что это конфиденциальная какая-то информация. Короче говоря, внимание. Ребят, короче, немножко мы подсмотрим вообще, что люди заказывают. Смотрите, человек собирает себе компьютеры. Я сейчас выведу вам все на экран. Короче, конфиг. Человек что заказал? Atlas, BP-шник. Как у меня в последней сборке, 750 на 750 Вт. Процессор IPI-14400, материнка B760 MSI, SSD-шник 870 EVA Samsung, RTX 4060 ГБ, кулер ID-кулинг 903, и еще один SSD-шник Apacer за 2000 рублей. Короче, на 256 гигов SSD-шник. О, здравствуйте. Тут посмотрел, у вас один из клиентов прикольную сборочку сделал. И термопасту. Ну вот. Оцените конфиг, что вы думаете на этот счет. Так что передаю привет человеку, который сделал такой заказ. Просто немножко офтоп. Вот вы увидели спеки компьютера, который себе человек собирает. Напишите по пятибалльной шкале, сколько бы вы поставили на этому человеку. Если что, передаю привет, вдруг он смотрит мой канал. Привет, сори, что мы подглядели твой заказ. Но я думаю, тебе будет интересно услышать мнение, в принципе, моих зрителей, что они считают насчет твоей сборочки. Я же некоторые моменты там комплектующие подменил бы, заменил бы на другие. И, наверное, бы все-таки постарался бы видюху поставить получше. Но, это я. Мы с вами, друзья, двигаемся дальше. Я сейчас поинчаржу. Я люблю, когда снимается кулер вместе с процессором. AMD. Лучше. Почему это LGA, все-таки сокеты, вариант LGA, намного удобнее в этом плане. Я там ничего не повредил хоть? Надеюсь, нет. Да вроде нет, все ножки нормальные, не погнутые. Ставь, Лукчинский. Если у тебя тоже периодический кулер снимается вместе с процессором. Давайте же посмотрим, на третий, получается, лот, какой же процессор поставили... А че с ним? Ребята, они его... Кулеру. А нет, термопасту вижу, кошметки. Я ножки погнул. Ненавижу процессоры AMD. Я ненавижу процессоры AMD не за их производительность. Потому что производительность у них отменная. Цена, производительность тоже у некоторых моделей намного лучше, чем у Intel. И процы годные. Но... LGA ТОП! И... Благо AMD это начали понимать, наконец-то. Ну вот, б***ь, ножки на процессорах, но это б***ь, бесит. Это неудобно. Это чесалки для котов. Паще мне не нравится, как он этот. У кого-то припаян, б***ь, намертво. На нем прыгали или что, б***ь? Я не понимаю, он типа вообще не снимается. Сквозь ребра. Радика я вижу прекрасно термуху. Есть, конечно, у них у Asus такие технологии. Что они делают? Они, может, какую-то термопасту определенную использовали. Это б***ь. А как мне нас отставить? Вы чё? Тут даже вообще нигде нету за... С одной стороны, Asus красавчики. Температура у данного камня будет отменная. Типа, ну, реально всё припечатано на совесть. Ну, б***ь. А мне так чё делать? Я же не могу отверткой, б***ь, процессор поддевать. Или чем-то, чем-то, б***ь, пластик какой-нибудь. Ещё чё-то, чтобы ничего не повредить. Дамка рад, б***ь, миниатюрный притащить из Лего. Вообще даже не шатается, не качается, ничего. Он намертво сидит. Как бы ты сильно... Ооо. Есть. Ура, побега. За всю историю, б***ь, сколько сотен, если уже не тысяч, наверное, компов, б***ь, я пересобирал, б***ь. Чё только не делал. Это самый сильно припаянный был комп термопастой к кулеру. Процессор, точнее, комп. Итак, друзья, внимание, в роли процессора компания Asus в этот компьютер за 100 тысяч рублей поставила Ryzen 5 3600X. Достаточно уже старенький процессор, это вам не пятитысячная серия, это не еще дальше. А им 5 сокет, я думаю, мечтать не нужно в бюджете за 100 тысяч рублей, вот брендового компа, там, если вы сами собираетесь, то могли бы поставить, естественно. Но не в этом случае, семитысячник тут не прокатит. Так вот, Ryzen 5 3600X, данному процессору уже много-много лет, это уже пенсионер, это своего рода действительно мощный камень, в свое время он был одним из лучших 3600, начиная вот с Ryzen 5 1600 и 2600, 3600, все пищали этот процессор, потом пятитысячный и 5600, вообще кайф. Но тут 3600X, серьезно? Ну а в свой же компьютер за 100 тысяч рублей вы можете спокойно поставить i5-12400. Нарводный Alder Lake, который действительно достаточно производительный, он будет мощнее, чем данный процессор. Ну а кулер в данном конфиге обычный, вот такой вот невзрачный, это грустно, но объективно, косяк, кейсу следующий, поставить вот такой кулер, ну типа серьезно, это простая х**, которая имеет TDP в лучшем случае 90 бат, и то даже 90 тут не пахнет. С таким процессором, с 3600X, это не простой 3600, это 3600X, который достаточно горячий. Мы посмотрим, какие будут температуры в играх, но что-то мне говорит о том, что здесь будет все очень грустно. Друзья, я понял, они так х**, чуть ли не припаяли камень к кулеру для одной простой цели, чтобы тепло распределение было лучше, чтобы тепло отводилось лучше, нам соответственно надо х**ть его. То есть дополнительно пару градусов мы играем, понимая, что вот такое чудо установлено, вместо кулера. Ну а свою сборку пока я рекомендую поставить ID Cooling 903, который является одним из лучших вариантов за 1000 рубликов. И рассеиваемое тепловыделение у этого кулера намного лучше, чем у вот этого недоразумения. Поэтому кульки тоже выбирайте с ума. К слову говоря, друзья, я пообщался с консультантами, они посмотрели примерные технические характеристики данного системника, которые мне продавали этот комп. Вы можете посмотреть технические характеристики, свое мнение сказать насчет этого компьютера, как консультант ДНС? Вот я, допустим, сейчас хочу купить, я ничего не понимаю в компьютерах, но это интересует ваше мнение. Откройте технический спектр. Вот этот процессор красивый, хороший, а что он по характеристике? Тайфлайк ОС, если кто-то из твоих знакомых называет системные блоки процессор. Процессор не упакует, а оперативка UDR 4, в принципе, современная. Ну, канал. Ну, идейка слабевает, наверное, я считаю, для современных игр. Для такой стоимости, да, компьютера или как? Или для современных игр тоже слабевает? То есть во что у нас упор идет? Сама сборка, конфигурация, она сбалансирована, то есть все нормально выглядит? Упор идет в той сцене, в той, что дороговато? Или вообще, в принципе, все? Немножко дороговато, потому что блок питания еще 500 ватт всего-то. Ага, ВП-шник 500 ватт. Ну, по 10-балльной шкале, где 10-балка, допустим, это прям крутой комп от ArtAder Gaming, который не просто соответствует цене, а который по отдельности собирать будет дороже. То есть купить готовый комп будет дешевле. Допустим, 10-балка – это ArtAder Gaming. То есть я не буду предлагать что-то другое, потому что вы сотрудник ДНС, вам нужно как бы на ArtAder Gaming, чтобы проблем не было. Так вот, 10-балка – это ArtAder Gaming, крутой по цене. А 1-балл – это прям самый нищий офисный комп, продающийся за 200 тысяч рублей. По 10-балке во сколько вы оцените? Баллов 7-8. 7-8 баллов. Вполне высоко. Антично. 7 на 1. 7 баллов. Мне просто 500 ватт. Ну, опять же, посмотреть, что там внутри. Вот на вскидку. На коробку, да, 7-8. Друзья, если вдруг вы думаете, что покупая брендовый компьютер от какой-то известной компании, вы получите действительно вот что-то вот этого, да, там, как компьютеры собираются исключительно там на Asus, на MSI и так далее, то вы заблуждаетесь. Потому что в большинстве своем готовые компы с завода от самих брендов выпускаются вот в таком видео. Это в виде, это зеленая оперативка, это дешманский простой кулер. Это у нас турбинная версия видеокарты. Вам не будет какого-то крутых спецэффектов. Поэтому тут нет стекла. Тут нету окошка у этого корпуса для того, чтобы вы не увидели вот этот весь звездец. Алло, друзья мои, номер 5. Пятым компьютерным комплектующим у нас идет, внимание, SSD накопитель. У нас, да, что-то есть подложечка такая хорошая, мягенькая, удобненькая. Ну, окей, они заморачиваются в некоторых моментах с корпуса. Реально, разговора нет. Но то, что они поставили, это грустно. Это вот, ну, типа, прям грустно. Итак, SSD-шник. У нас с вами здесь SSD-шник от компании. Это у нас Micron идет с NVMe протоколом. 512 гигабайт. И какой-то подробной информации тут нет. Простенько, но да ладно. В свой же компьютер за 100 тысяч рубликов вы можете поставить вот этот SSD-шник на 1 терабайт. Также с NVMe протоколом и достаточно высокой скоростью работы. Так, а все. Что, мы дальше сейчас будем материнку вытаскивать. Asus красавчики. Реально молодцы, потому что у нас с вами здесь установлен Wi-Fi адаптер, который вообще как-то интересно подключен. Вообще прикольно, кстати. Они Asus реально заморочились с корпусом. Они нам продали дешевое унылое G. SSD, тут есть косяки в самом подборе конфигурации. Но SSD-шник, допустим, идет... Я увидел просто клеймы, и у нас идет два провода, которые идут вот здесь где-то спрятана антенна в корпусе. Внутри корпуса между двумя остальными пластинами. Там спрятана антенна, она проходит через весь корпус провода. И вот здесь она сныкана. И, ну, вообще прикольно. Прикольно, как все реализовано. Типа корпус продуман. Продуман чисто под это железо, и все окей. Так вот, ребят, что я докопался-то? Внимание! Wi-Fi модуль. Куда же без него? Мы сейчас с вами сделаем следующим образом. Я посчитаю... Когда я сейчас все разберу до конца и так далее, вам все покажу. Я посчитаю стоимость всего железа перед тестами в играх. Посчитаю стоимость всего этого железа. Сколько по итогу мы с вами переплачиваем. То есть мы поймем, сколько по итогу стоит вот этот Wi-Fi модуль. У нас были разные рекорды в рамках этой рубрики. У нас бывало, что 70% стоимости компьютера уходило на маленькую. На вентилятор уходили какие-то баснословные деньги. Стоимость данного компьютера составляет 48 323 рубля. При том, что здесь железо на 16 111 рублей. Итак, следующая лодка, которая будет представлена вашему взору и для дальнейшей дискуссии в комментариях, это материнская плата. Какую же материнку компания Asus поставила на М4 сокете для процессора на, соответственно, Ryzen 5 3600X, который является, не сказать что, прям супер таким холодным и простеньким процессором в плане питания. О, ребят, я не знаю, сколько я сейчас потратил времени, чтобы просто вытащить материнскую плату. Это не потому, что я в это лыжи не веду, потому что вот это добро сидело настолько плотно там. Я не знаю, как запихивают, как засовывают это дело. Это вообще что-то с чем-то. Вообще хрен вытащишь материнку. Еще боишься как бы что-нибудь повредить, потому что назад как бы планирую сдать этот компьютер в ДНС. Итак, внимание, материнскую плату сюда поставила компания Asus, Asus Prime B550MK. Свою же сборку пока вы можете поставить вот эту мать, которую вы сейчас видите на своих экранах. Эта материнка попроще, наверное, в некоторых смыслах будет, если говорить особенно про оперативку, про слоты под оперативную память. Но в плане веры Мки она вообще ничуть не хуже. Мать, которую поставили сюда Asus, действительно неплохая. Это Prime серия, это качественная серия. Я люблю Prime от Asus. Спасибо, что не No Name или какую-нибудь самую дешманскую на, не знаю, каком чипсе. Ну, хотя B чипсет у нас, да? Но это уже хорошо. И тут не A чипсет, тут B чипсет. Веремка, конечно, без радика, без какого-либо доп. охлаждения. И, ну, типа, зато 4 слота под оперативную память. Эта материнка хуже, чем тут, типа, хотя и тут-то недалеко не самая первоклассная мать стоит в компьютерах за сотку. И под прошлым роликами, но под сборкой за 100 тысяч рубликов моей некоторые об этом аргументировали. Ну, как раз таки написали. Я хочу сейчас обратиться ко всем критикам. Ребят, угодишь всем. Вам тем более. Проблема компьютерных сборок, которые собираются в бюджете до 150 тысяч рублей в сегодняшнем времени. Проблема этих сборок состоит в том, что ты, либо ты собираешь компьютер красивый, да? Там ты ставишь основные компьютер-комплектующие, все компьютер-комплектующие на более-менее нормальные. Но тогда ты получаешь низкий FPS, потому что ты не сможешь себе позволить поставить 4070 или 4070 супер. Ты себе ставишь в сборке ПК за 100 тысяч рублей, там, из разряда 4060 Ti. И это дно. Я считаю, ставить 4060 Ti в комп за сотку, это глупо. Потому что, да, вы можете поставить себе материнку с крутой веремкой, с четырьмя с... Ну, ладно, тут я... Объективно, надо было все-таки докинуть. С ним, что мы вышли из бюджета. Лучше реально, объективно, докинуть тысячу рублей и поставить материнку с четырьмя сатами под оперативку. Но в остальном я не вижу никаких проблем. Да, вы ставите простенькую материнскую плату. Да, вы ставите без RGB подсветки оперативку. Вы ставите там процессор 12400, а не знаю, там, 14600 кей. Вы даже кулер ставите за 1000 рублей, а не какой-нибудь Big White, там, Dark Pro 4. Но, тем самым, вы максимально позволяете себе поставить мощную видеокарту. Именно с графическим процессором. И вы, думаю, видели мои прошлые тесты, именно в сборке ПК за сотку. Вы видели то, что действительно комп за сотку можно собрать такой, что для Quad HD разрешения этот комп будет максимально прям лакомый. То есть, люди по прошлым роликам разбились по факту на два лагеря. Потому что кто-то, наоборот, говорил, что нет, не нужно так сильно экономить. Лучше поставить хуже видеокарту, но остальные комплектующие поставить лучше. Причем у меня не было комплектующих. То есть, не было такого, что я поставил там, грубо, пэчник, пердун, там, аэрокул, да, там, еще что-то. Я поставил хорошее, качественное компьютерокомплектующие просто без какого-то вау-эффекта. Это просто хорошее, недорогое компьютерокомплектующие, качественное. И разделилась вся аудитория на два лагеря. То есть, одни, наоборот, поддержали, как, допустим, вот этот зритель написал комментарий. Вот, он сам с этим столкнулся. И сейчас жалеет, что не поставил все 40-80. И некоторые, наоборот, как он написал, что, когда ты делаешь упор в FPS, в производительность, потому что, видать, все эти свистоперделки нахуй не нужны. Вы покайфуете пару дней, и по факту от этого кайфа ничего уже не останется через неделю потолок. Вообще уже ничего не останется. И не вижу в этом смысла. Если у вас бюджет 150 тысяч и более, то да, тут уже, смотрите, RG-подсветочки, ленты светодиодные прикупите, поставьте. Вы можете кастомизировать свой компьютер, как только захотите, хоть и аэрографию наносите. Но, когда ваш бюджет 100 и меньше, нету никакого смысла. И я бы не, да, Иисус, я бы слово им не сказал бы, если бы здесь стоял бы процессор более качественный, потому что, ну, 3600, он морально устарел, ну, объективно. И видеокарта стояла бы не 1660, да хуй ты с ним, я бы простил бы и зеленую оперативную память, и, не знаю, там, SSD-шник на 512, я не знаю, простил бы или нет, но, наверное, ну, нет, не простил бы, ну, куда, терапать минимум сейчас надо ставить. Типа, окей, я не, материнку, что веремки нет, что она вот такая простенькая, ну, типа, я бы не, реально, Иисус красавчики, значит, они в упорхпроизводительность, все-таки Republic of Gamers, а не Republic of RGB подсветка. Ну, вот, Gamers, то есть, понятно, что ком должен быть игровым. Ну, Иисус, какого хуй у нас с вами здесь стоит 1660 Ti, у нас стоит Ryzen 5 3600X, у нас стоит, ну, две плашки оперативки по 16 гигабайт, в моей сборке пока за сумку тоже две по 16, туп, две по 8 стоит. Это нормально, потому что у меня весь упор пошел, видеокарту, даже на оперативку бюджета не хватило, потому что мы пытались уложиться в 100 тысяч рублей. И, ну, тут, почему вам не поставить 32 гигабайта оперативки, почему он не поставит лучше процесса, почему он не поставит хотя бы 4060, какая она 1660 Ti, вы угораете, что ли? И, какого хуй, ну, вот, материнка, ну, даже материнку вы не поставили лучше, ну, о чем тут говорить можно? Последняя компьютеркомплектующая, которая есть в данном системнике, это у нас блок питания, а в роли блока питания у нас интересно очень модель стоит. И, внимание, друзья, это у нас БПшник от компании Грид Волл Е500, с сертификатом, внимание, 80 плюс голд, с золотым сертификатом. По 12-ти вольтовой линии он выдает 480 ватт, номинальная мощность 500 ватт, и, ну, 480, наверное, п***, скорее всего, мы, если будем замерять, то там будет меньше, но, тем не менее, это неплохой блок питания, типа, Asus, молодцы, он наполовину модульный, тут парочка модульных, короче, это всё. Самая главная начинка БПшника. БПшник неплохой, ну, реально неплохой. И, окей, за блок питания я однозначно лайк ставлю. В моей же сборке ПК вы ставите вот этот, допустим, БПшник. Это неплохой БПшник на 600 ватт. Данной мощности вам будет достаточной для всех ваших задачи. 4070 супер без проблем вытянет. БПшник будет работать где-то на 60% своей мощности. Ну, собственно, друзья, вот всё, я компьютер разобрал. Я сейчас буду детально всё изучать. Мы с вами посчитаем, сколько же стоит по итогу... Где он у меня? Вот он. Вот этот Wi-Fi модуль, потому что я вычту из итоговой стоимости, сколько я дал. Я дал за этот комп я 100 500 рублей. Короче говоря, друзья, переходим к подсчётам. Для вас сейчас пройдёт буквально пару секунд, а для меня предстоит это всё выписать, посчитать. Так что, внимание, поехали! Итак, друзья, я посчитал всё компьютерное комплектующее. Я думал, у меня займёт это буквально 10 минуток, но... Нет, заняло всё чуть больше. Я не знаю, возможно, вы поставили на паузу, попытались всё это приблизить, почитать. Так вот, внимание, друзья! Компания Asus нам продала вот этот Wi-Fi адаптер за, внимание, почти 40 000 рублей. 40, мать его, тысяч! Вот столько стоит Wi-Fi адаптер. На самом деле, за 40 000 вы бы могли собрать себе ещё один компьютер. Ну, помимо этого компа. И 40 000 вы переплачиваете за бренд. Вы... всё. Ну, и получаете, что... Кулер, который, ну, типа, такой-ся с таким процессором. Видёху, турбинку. Я более того, друзья, скажу. Цены на некоторые компьютерные комплектующие вы попросту не найдёте. Например, блок питания в России его не купить. На Joom я только нашёл. По ценнику 6 800 рублей. Хотя, по факту, на New Edge, допустим, на американском сайте компьютерных комплектующих он продаётся за 130, если не ошибаюсь, бачей. И на другом американском сайте там продаётся за 90 бачей. Вот. Но сравнить, опять же, американские доллары на американский рынок с российским не стоит. Потому что всё-таки разная логистика и так далее. Что, опять же, влияет на цену железа. Поэтому просто конвертировать баксы в рубли будет не совсем корректно. 1660 Ti вообще из продажи уже пропали. И турбинку хрен найдёте вот такую ASUS. То есть, вообще нету. Ориентировочно стоимость 1660 Ti в таком исполнении около 20 000 рублей. У нас кулер, ноунейм непонятный. Процессор даже хрен где достанешь. Если говорить про оперативку, в DNS она вышла в 3900. Хотя можно купить её на онлайн-трейде. Вроде бы она была там 3600. Но я написал 3900 в пользу ASUS, допустим. Ну, предположим. Ну, собственно, всё. Вот оно, компьютерная комплектующая. 60 000 рублей. Всё это добро стоит. И сейчас, я думаю, для того, чтобы создать динамику, да, там всё красиво вам преподнести, самое время переходить, друзья мои, к тестам. Мы с вами посмотрим, что будет, если мы сравним данный системник за 100 000 рубликов с тем системником, который вы можете собрать также за 100 000 рублей, где упор максимальный в производительность. Приятного, друзья, просмотра. Поехали. Ну и первый игрон-тест это колда. На удивление, 1660 Ti показывает себя неплохо. Но неплохо это не значит отлично. Как я и сказал ранее, даже если вы будете максимально себе подбирать дорогое основной компьютер-комплектующие за исключением видеокарты, то в любом случае, даже поставив сборку не 4070 Super, а хотя бы 4060 Ti, вы всё равно получите намного больше FPS. И для честности и объективности, я поставил стоимость сборки в 110 000. А в самом ролике, который посвящён как раз-таки этой сборке, я рассказал, как можно сэкономить, что можно сделать, где купить и так далее, чтобы ваша сборка вышла в 100 000. Но мы идём по худшему сценарию. Вы, допустим, всё купили конкретно в DNS и не стали ни на чём экономить. Но даже несмотря на это, разница просто колоссальная. Ну и да, тестировал я всё в Quad HD разрешении на ультра настройках графики. В случае компа от ASUS, так как DLSS недоступна, мы включаем просто масштабирование NVIDIA. А вот как раз-таки на сборочке включаем DLSS. Игра номер 2, Starfield, точно так же Quad HD и ультра настройки. Ну а тут уже на ASUS компе, соответственно, мы включаем FSR 3, а на сборке DLSS. И пропасть между этими компьютерами становится просто какая-то космическая. Пятикратная разница в FPS. Более того, друзья, обратите внимание на температуру процессора. Вы можете, в принципе, помотать все тесты и заметить, что зачастую температура процессора находится примерно на уровне 80 градусов. Ну а температура IPI 12400 в районе 55 градусов. Вот вам яркий пример того, что когда вы ставите боксовый недокулер и ставите всё-таки нормальный кулёк, буквально 400 рублей дороже. Ну и последняя игрушка это Cyberpunk 2077. Ультра, Quad HD и так далее. Ситуация у нас не меняется ровным счётом никак. В этом тесте, а также в двух предыдущих, я вам выявил стоимость одного FPS. Делаю я это для того, чтобы прям наглядно показать, сколько вы платите за один FPS на конкретном компьютере. Но обязательно нужно сделать очень важное замечание. Если вы смотрели предыдущую мою сборку, то вы знаете то, что если вы к этой сборке будете покупать именно Full HD монитор, то в некоторых сценах, в редких играх, у вас будет ситуация такая, что будет упор в процессор. Поэтому к этой сборке я настоятельно рекомендую ставить именно Quad HD монитор. Тем более, что FPS позволяет. И да, вернёмся к нашим графикам. Обратите внимание на температуру видеокарт. Да, турбинка, да, не самое лучшее исполнение, скажем так, видеокарточки. Но температуры у компа, у Asus, а более-менее в норме. Даже не более-менее, они объективно в норме. Но будет тут охлаждение чуть-чуть иное, то, соответственно, температуры были бы ниже. Потому что ТДП у видеокарты реально низкий. Ну а сейчас, друзья, мы с вами будем возвращаться в студию. Итак, комрады, тесты у нас с вами закончились. Вот оно всё, это дело у меня тут лежит на столе. И что я могу вам сказать в итоге? В очередной раз я вижу ситуацию, когда брендовые системные блоки от именитых брендов, да, от именитых компаний на самом деле такое себе посредственное занятие, которое, как минимум, не экономит ваши деньги. Если вы думаете, что вы получите что-то прям вау, то этого не будет. Никакой не будет красоты. Окей, я не за красоту, я за производительность. Потому что мой системник, собранный за 100 тысяч рублей, точно так же не имеет никакой там RGB подсветочек, там и прочего-прочего на хлама. Но максимум производительности, а тут её нету. Поэтому у вас корпус будет ни со стеклом, ни с боковым окном, его не будет. Потому что не нужно внутрь заглядывать, чтобы вы что увидели? Зелёную оперативку, турбинную видеокарту. И окей, нет красоты, как я и сказал. Но производительность. Это же компьютер. Это же Republic of Gamers. Тут должна быть производительность. Но, в защиту Asus, несмотря ни на что, я скажу следующее. Во-первых, мне понравилось решение, которое сделано с видеокарточкой, крепление видюхи к, соответственно, корпусу, с другой стороны. Материнка Prime. Ну, окей, спасибо, не новым. Китайский. Ну, хорошая реально материнка. У нас BP-шник, голдовский сертификат. Типа, не самое дно, короче, компьютерно комплектующая. Но, оверпрайс, дичайший. Ставить турбинку, дичь. Ставить, что, вот это такой кулер с 3600X, дичь. Ты втираешь мне какую-то дичь. Поэтому я не соглашусь с консультантами DNS, которые поставили данному компьютеру семёрочку, 7-8 баллов. Я же данному компу ставлю максимум 4 балла из 10, где 1 балл, это будет унылое днище с Валберис, да, вот 10 баллов. Это комп, готовый системник, который полностью соответствует цене самостоятельной сборки, да, там даже, возможно, ещё лучше, как вот есть Ardor Gaming у DNS. Капец, я их рекламлю, конечно, но я говорю объективно. Хотя у Ardor Gaming, Ardor Gaming у рознь. Есть унылое тоже G среди Ardor Gaming, но в большинстве своём это интересный комп. Даже если, окей, вы меня не послушали, вы прошлый ролик, допустим, покритиковали сборку, да, там, за сотку, решили то, что да нахрен мне это 4070 супер. Зачем? Я себе поставлю крутую там с 14-фазовым питанием материнку, где VRM-ка будет крутая. У меня будет процессор на 12400, а 14, не знаю, ну, хотя бы 14400, но оперативки я поставлю 32 гига и поставлю себе видеокарту 4060 Ti. Даже в таком случае вы соберёте компьютер намного мощнее, чем купите готовый. То есть, даже если вы собрали вот такой компьютер, где будет у вас красиво, RGB-подсветка, всё сияет, будет блестеть, материнка, которая нахрен так столько производить будет не нужна, но она у вас стоит, процессор мощнее, на оперативке два раза больше, чем у меня в сборке моя из-за стука, но видюха хуже, меньше FPS, но даже в таком случае, как я и сказал, ваша сборка будет мощнее, чем вот это. Всё добро, я всё равно постоянно строю, тут у меня корпус стоит, потому что на себя внимание забирает, а вот даже такая сборка будет мощнее, интереснее и производительней, ниже, чем вот это. Но, я остаюсь перед своим мнением, Asus, не обижайтесь, реально не обижайтесь, потому что я люблю вашу компанию, я реально люблю продукцию компании Asus, за исключением готовых системников. Уж так повелось, что готовые системники от именитых брендов, это слив денег в никуда. Это всё собирать, вы это тесты уже увидели, вы уже как бы всё кайфанули там и так далее, я по факту записывал сейчас это всё, в студии сразу там, в середину там, концовку записал, я ещё тесты по факту не делал, и ещё это всё надо собирать, мне ещё тестить, я за х*** брата, я домой хочу, вот, короче, я надеюсь то, что ролик реально ребят понравился, потому что заколебались, сто тысяч на комп потратили, так что, лукчинский с вас обязательно, подписочка, все дела, вот, я буду откланиваться, как я сказал, всем спасибо, всем пока, я устал, я ухожу, пока.